Обыденная нежизнь. День девятый. Светлая сторона жизни. Ярче свет, чернее тени. Лемон открыл глаза и поглядел на оранжевую кобылку, лежавшую рядом. Улыбнулся. К такому он действительно мог бы привыкнуть снова. Он вдруг понял, что спал этой ночью. Пусть никаких снов и не помнил. Некоторым их подобием до сих пор были лишь внезапно накатывающие воспоминания. Сейчас он ощущал себя более свежо. Похоже, его разуму нужно было не только время на осмысление прошлого. Ему нужно было и просто отдохнуть. Он заметил, как заворочалась Мести и улыбнулся ей. — Доброе утро, солнце! — легонько носикнул он ее в шею. Мести повернулась к нему и с мечтательным видом улыбнулась. — Ну, привет! — Привет! И больше им не надо было ничего. Лишь это счастливое время. Жаль, оно было кратко. Взгляд Мести вдруг убежал куда-то в сторону, и лицо ее стало печальным. — О, Селестия! — произнесла она и с дрожью вздохнула. — Недели. Хватило всего одной недели. Лемон резко поднял голову. — Мести не одной недели! — повысила она голос и повернулась к нему. — Я уже нашла ему замену. — Ты хоть знаешь, как долго мы были вместе? Лемон промолчал, лишь тихо вздохнув. — Три года! — Три проклятых года мы ждали, когда откроется дверь. А потом... Единорожка вздохнула. — Я ничего этого не заслуживаю. — И тебя не заслуживаю! — Лемон взглянул на нее непонимающе. — Не знал, что среди мозговедов это стандартная практика — перенимать вину выжившего у своего пациента и страдать от нее самому. — С некоторым осуждением, — сказал он. Мести отвернулась и вздохнула. — Прости мне, жаль. — Да не надо жалеть, черт возьми! — ответил Лемон. — Плохое случается. И ничего ты с этим не поделаешь. Ты вообще видела, что творится снаружи? Величайшие чудовища живут припеваючи, а героям-храбрецам даже могильного камня не достается. Нет, никакого заслуживаешь-не заслуживаешь. Ты просто стараешься как можешь и надеешься, что выйдет что-то хорошее. Иногда это работает, иногда нет. Жизнь, она не... Молчи! — отрезала Мести. Гуль прищурился. — Жизнь несправедлива, Мести! Но должна же быть! Это просто неправильно. И стоило, и ты принимали меня с распростертыми объятиями. Я ничем такого не заслужила. Ты-то другое дело. Уговорил меня вернуться, книгу принес. С инициативой даже выступил. Гули устранить. А я? Я же только и делала, что бегала. Даже когда ты меня сюда привел, я только и хотела, чтобы снова сбежать. Я плохая пони Лемон. — Но ты моя плохая пони! — сказал тот, проводя по ее гриве копытом. — Правда? — спросила она и вновь осела. — Может, спрей-пейнт? И в этом был прав. Может, мне и правда нужен был лишь защитник? Кто-то вместо Бигэпла? — И в этом? — переспросил Лемон, снова вскинув одинокую бровь. Подобным мелочам от него так просто было не скрыться. — А что он еще сказал? — Мести уставилась в дверь, отвернувшись от лежавшего рядом жеребца. — Что я коплю все в себе? Мне не помочь пони, не удерживая некоторую эмоциональную дистанцию. И вот это выходит у меня чересчур хорошо. Я просто не позволяю негативу сильно на меня влиять. Лемон посерьезнел. — Пока тебя не прорывает, верно? Мести лишь кивнула. — А сейчас это и произошло. Она снова кивнула, ее тело вздрогнуло, сдерживая слезы. — Ладно тебе, не сдерживайся. От этого никому лучше не станет. — Я не могу, — покачала головой Мистик. — Только не при тебе. И не после этой ночи. — Нет, можешь. Особенно при мне. Особенно после этой ночи. Он обнял ее со спины. Кожа его была холодной и липкой, но ей было все равно. И от последнего факта ей стало лишь хуже. — Отец твой сказал, что мне не нужен психолог. Он сказал, что мне нужен лишь друг. — А я не твой психолог, Лемон. И никогда им не была. Психологи вопросы задают. Приводят пони в состояние, когда не могут справиться со своими проблемами. А я тебя только слушала. Лемон улыбнулся. — Вот-вот. Ты слушала мои рассказы о Блоссом-3, о Лемонейде? Даже ничего не сделала, когда я этой ночью ее вспомнил. Он приласкал носу мою гриву. — Так что расскажи мне о нем. Расскажи о Бегепле. — Мистик всхлипнула. — О, Лемон, мне его так не хватает! Так не хватает! — Гуль кивнул, зная, что она ощутит такой ответ. — Верно. Ты неплохая пони, Мистик. Просто тебе больно, а винить в этом некого. Мистик развернулась и стала плакать у него на груди. — И еще. Чересчур в этом. Хорош! — пробились сквозь ее всхлипы. Лемон поцеловал ее в голову. — Ш-ш-ш-ш! Выпускай это все! Выпускай! И она плакала. И плакала. Потом рассказала о Бегепле, кем он был, каким он был и почему он был ей так дорог. И снова плакала. Когда Мисти с Лемоном покинули спальню, родителей-единорожки дома уже давно не было. — Работас! — Интересно, они слышали что-нибудь? — сказала Мисти. Долгий плач притупил ее ощущения, пусть успокоил. — А какая разница? — Мисти пожала плечами. — Ну, если не застали только нашу перепалку, то будет как-то неловко. — Да ладно. Милые бронятся. У всех такое случается рано или поздно. — Ага, конечно. А мы спорим постоянно. — Ну, не совсем. Каждый раз, когда у меня появляются аргументы, ты принимаешься меня щекотать. Это не спор. Мисти не обратила внимания на этот выпад и просто села за стол. — Так, значит, парочка, да? — Гуль кивнул. — Да, очень на то похоже. — Да и какое отвращение испытают все, когда узнают! — Он перевел взгляд на Мисти. — А еще это формально превращает одного из нас в некрофила. Мисти, вздернув нос, хмыкнула. — Я тоже двигалась. Лемон прыснул со смеху. — Ты ужасна! — А ночью ты по-другому говорил! — Лемон лишь закатил глаза. — Ну, ладно. Чем займемся сегодня? — спросил он. Улыбка Мисти стала шире. — Тем же, чем и всегда, Пинки. Попробуем завоевать Эквестрию. — Ха! — удивился Лемон. — Операция Зю и другие злоключения мини-кобылок. Неужели? У вас тут и записи его где-то сохранились. — Мисти покачала головой. — Нет, только сценарий на бумаге. — Там еще пометка была, что он воспроизведен по памяти после закрытия двери. — Это радиоспектакль, да? — Лемон широко улыбнулся. — Ага. — У вас он весь есть? — Думаю, что да. — Министерства, наверное, просто бесились, когда его крутили. — Не то слово. Это хоть и была безобидная сатирка, но тогдашняя политическая обстановка ее не приемлила. — Хе! Вот, наверное, потому его выпуски полностью никогда и не звучали. — Мисти улыбнулся. — Но ведь любой же их мог просто запомнить, верно? — Лемон ответил серьезно. — Ну, у нас был способ этому помешать. — Кое-какой не очень безопасный метод экстракции воспоминаний с применением шаров памяти. — С неловким видом он взглянул на Мисти. — Не моего отдела специализация, правда, но мы были в курсе, что такое имеет место. — Улыбка кобылки потухла. — Ну, это больше к шпионам применяли, кто слишком много секретных сведений узнал. — И в похожих случаях, — пояснил Лемон. — А это же ведь публичная трансляция была. — Министерства вряд ли пошли бы на копание в головах сразу всех, кто ее слушал. — Я даже не удивлен, что сценарии сохранились, особенно при тех повторах в тайне. — Гуля смехнулся. — Да и штука-то и правда очень смешная. — Он окинул взглядом комнату. — Ммм, а терминалы у вас тут есть? — Мисти кивнула. — В комнате родителей. — А что? — Ну, интересно узнать, что еще есть в этой вашей хваленой библиотеке мейнфрейма. — А, папка его в их комнату переставил, чтобы я всяким старьем по ночам не зачитывал. — Сказала единорожка и улыбнулась. — А еще, думаю, он подозревает, что я нашла его дневник. — Ха! Это правда? — Там пароль «Мелюзга», — ответила Мисти, заглядывая в комнату родителей. — Или был, по крайней мере. — Эй, не хочешь узнать, что он там уже про нас написал? — Лемон моргнул. — А может, не стоит все-таки в его личную жизнь влазить? Он осторожно заглянул в комнату, куда вошла Мисти. Та пожаловала плечами и загрузила терминал. — Если его это волнует, пусть хотя бы иногда пароль меняет. Она взглянула на экран и защелкала магическими касаниями по клавиатуре, ловко переходя к дневнику. Затем нахмурилась. — Он его все-таки сменил. Лемон облегченно вздохнул. — Вот и хорошо. А теперь давай в библиотеку заглянем. — Не-не, подожди, я знаю одну фишку, — ответил Мисти. — Можно сиспамить дампнуть и порыться в ней на предмет возможных парольных фраз, что там могли остаться. Мне папка показывал. Лемон с пресной миной произнес. — Он показывал тебе, как взламывают собственный терминал. — Нормально, шо? — Мисти кивнула. — Ну вот и не парься. Гуль пожал плечами. — Но это же твой отец. В общем, я тут не при делах. Мисти посмотрела данные на мониторе. — Кажется, я нашла что-то. Какой-то осмысленный текст, по крайней мере. Только на пароль не похоже. Что-то о каком-то там пари. Она склонила голову. — Хм, так это сам дневник и есть. Он ничего и не шифровал даже. Единорожка взглянула на Лемона. — От того, кто учит тебя обходить защиты, я бы ожидал хоть немного заботы о собственной. Лемон задумался. — Но он же сменил пароль. — Да, вот это и странно. — Согласил с Мисти. — Мисти. — А зайди-ка снова на обычный экран входа. Мисти в ответ заглянула на Гуля. — Зачем? Гуля ухмыльнулся. — Из всего того, что ты сказала, я могу сделать только один логичный вывод. — И какой же? — Ну вот попробуй снова войти в систему. Мисти пожала плечами и вернулась к окну ввода пароля. Система приняла пароль без проблем. Глаза ей округлились. — Да ладно. — Она взглянула на Лемона. Тот самодовольно посмотрел в ответ. — Так, давай выкладывай, как ты догадался. — Ты опечаталась в пароле и надела кучу далеко идущих выводов. Мисти шлепнул слабому клавиатуру. — Ну, умник. — пробормотала она, не отнимая лица от терминала, и взглянула на текст на экране. — О, там есть запись с сегодняшнего утра. Она подняла голову и взглянула на Лемона. — Это точно про нас. — Ты правда хочешь узнать мнение своего отца после того, что он скорее всего слышал прошлой ночью. Лемон покачал головой. — Ага. Давай смотреть. — Добавлено. Два часа шестнадцать минут назад. Автор — Хейлсторм. — Прекрасно. — Прекрасно! — Проспорил, судя по всему. — Он все-таки еще может. — А тот мелкий точно целый день будет с задранным носом ходить довольный. Еще и лишний час перемены им должен. Мисте моргнула. — Чего бы она там ни ожидала, это было совсем не то. — А кого это он мелкого имеет в виду? — Вслух подумала она и перешла к предыдущей записи. Лемон потер лоб. — Есть кое-кто на примете, но я очень надеюсь, что ошибаюсь. — Добавлено. Пятнадцать часов двадцать три минуты назад. Автор — Хейлсторм. — Фоглайт поспорил со мной, что Мисте с Лемоном займутся активной жизнью до конца этой недели. — Ага. — Двести лет жеребцу. — Что у него там поднимется? — Так что готовься, пацан. Тебя ждет неделя хорошей школьной нагрузки. Лемон отнял копыта от олба, чтобы прочесть заметку, и оно снова вернулось на прежнее место. — Вы серьезно? Он заключает пари с детьми о чужой личной жизни? Да они еще и знать не должны об этом в его возрасте. — Мисте недоуменно взглянуло на него. — О чем? — О сексе? — Лемон смутился. — Ну да. — А почему бы и мне? — Начала была она, но вдруг вспомнила, с кем имеет дело. — А-а-а. Это ж у вас тогда было запретной темой, да? — Ну, мы же живем стоили, где действует программа размножения. Мне кажется, здесь когда-то подумали, что чем раньше жители будут узнавать, тем меньше дел натворят. Единорожка бросила взгляд на стену между ее спальней и родительской. Да и перегородки здесь едва ли звуконепроницаемы. — Так выходит, все дети знают про это. — Мисте хихикнула. — Так мило, когда ты изумляешься. Лемон бросил задумчивый взгляд в сторону двери спальни. — Слушай, а каковы шансы, что и мать твоя тоже как-то с кем-то поспорила? — В водопроводном-то? — Ха! — Сто процентов. Единорожка выгнула бровь и улыбнулась. — Хотя она, мне кажется, выиграла. Лемон вспомнил темно-синюю кобылу. — Ну да, весьма правдоподобно. И ты, конечно, понимаешь, что это означает. Что сейчас уже все стоило будет знать. Про нас заговорят. Снова. Мисте удивленная подняла взгляд и моргнула. — Вот блин. — Ладно. Показывай уже, где там доступ к библиотеке. Начитались уже отцовского дневника. Мисте нахмурилась и поглядела в оглавление дневника. — Интересно. А что он написал, когда я ушла? — Лемон закрыл копытом клавиатуру. — Не надо, Мисте. — Не надо. — От этого никому легче не станет. Единорожка вздохнула. — Наверное, да. — Так. — Ты еще не завтракала. Иди-ка перекуси, пока я тут в библиотеке покопаюсь. Мисте кивнула. — Хорошо. Она поцеловала его в щеку и направилась к двери спальни. Лемон повернулся к консоли и начал изучать содержимое библиотеки. Внезапно единорожка приостановилась, с легкой хитрецой улыбаясь. — Налью-ка я тебе стаканчик воды. — Как могла непринужденно, сказала она, и продолжила путь из комнаты. Лемон, недоумевая, покачал головой, не отрываясь от экрана. — Мне же пить не… Тут он поднял взгляд и моргнул. Затем повернулся, уставился недобым взглядом на месте и медленно выдал. — Ах ты, маленькая извращенка! После короткого завтрака и стакана воды для Лемона, двое отправились на встречу с Вектором Филдом. Жилье ведь обещал все-таки. Атмосфера в стойле явно изменилась. Лемон это скоро заметил. Раньше пони лишь бросали на него взгляд и быстро притворились занятыми, явно не зная, как реагировать на появление не умершего жеребца. Сейчас же отношение выражалось куда более ярко и разнообразно. Многие просто глазели на него со смешавшимися на лицах отвращением и любопытством. Кто-то же реагировал по-иному. Совершенно. К ним подошел молодой зеленошкурый жеребчик с улыбкой до ушей и поднял копыто. — Дай цок, чувак! Лемон, растерявшись, поднял свое копыто, зеленый клопнул по нему, проходя мимо. — Так держать, лимонатор! Лемон моргнул. — А это еще кто? — Это и заплав, вроде. Ответила Мисти, столь же растерянная, и бросила взгляд на прошедшего мимо пони. — Племянник Эпплтвик, если не ошибаюсь. — Ясно. — И как это вообще? Нормально? — В его-то возрасте. — Конечно. — Ответила Мисти. — Хотя по отношению к незнакомцу. — Да, это что-то новенькое. Думаю, просто у каждого свой способ восприятия событий. — Фу, Мисти! Ты это что, серьезно? — сказала вдруг какая-то кобылка, с неприкрытым отвращением уставившись на них. — Он же того! Труп! Мисти вздохнула и продолжила путь, не удостоив этот выпад даже взглядом. — А вот и другой полюс взглядов, — сказала она. — Давай идем уже отсюда. — Да, идем, — ответил Лемон. — Поищем уже вектор Филда. План пойти к смотрителю и при этом избежать внимания с треском провалился. Едва ли не каждый теперь желал с ними поговорить, спросить как дела, уточнить слухи и порой даже извиниться за грубости других. Лемон с удивлением обнаружил, что превратился вдруг из неживого экспоната, разгуливающего по стойлу, в стоящего собеседника. И несмотря на некоторую негативную реакцию, он был в общем-то не против. — Вот это да! Ничего себе! Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты! — протороторила им вдруг белая единорожка с пышной кудрявой грилой. — Так вы теперь правда вместе? Иииииииии… — А я думал, пинки по единорогов не бывает, — изумился Лемон. К его удивлению мистер смеялась. До этого на все подобные реплики она лишь смущенно улыбалась и шла дальше. Гуль сделал вывод, что они были знакомы. — Лемон, это коктейль пати. — Тейль, это Лемон Фриск. Мисти улыбнулась Лемну. — Одноклассница моя. Лемон кивнул. — Я, возможно, повторюсь. Я не знал, что у Пинки Пай были дети. Мисти пожала плечами. — Но ты-то здесь об этом куда больше нас, наверное, должен знать. — Сама я, честно, понятия не имею, кто у нее в предках. — Дракон! — ответила коктейль пати. Напускная серьезность так и не приглушила ее прежнего энтузиазма. А может, а может, даже два. — Позволь маленький вопросик, — сказал Лемон. — Ты была снаружи до открытия двери. Коктейль пати сдвинула брови, склонив голову. — Эй, нет. И даже одним глазком не поглядела. — Продолжал Гуль. — Но дверь же закрыта была, — ответила Тейль. Почти весь ее энтузиазм перешел в недоумение. Лемон обратился к Мисти. — Да, все-таки не родня. — Из чего такие выводы? — Ее бы закрытая дверь не остановила. Тейль ахнула. — Она бы ее открыла? Сама? Лемон рассмеялся. — Скажи-ка, у земнопони есть магия? — Лицутейль выдала глубокий мыслительный процесс. — Хитрый вопрос. — Да. — Земнопони. — Рога нет. — А магия, магия. — Лицо ее вдруг озарилось. — Ага. — Да-да, у них есть. — Потому что магические возможности есть у каждого пони. — Потому ведь пегасы могут тягать воздушные повозки тяжелее, чем им позволяет размах крыльев. — Лемон одобрительно взглянул на нее. — Соображаешь. Попросту говоря, Пинки была вроде, эээ, землепони-телепортера. Никто точно не знает, как ей удавалось подобное, но факт оставался фактом. Она могла даже быть в нескольких местах одновременно. — А еще мы могли быть вполне уверены, что она умела предугадывать будущее. Тейль наморщила лоб и скосила глаза вверх на свой рог. Что-то мне как-то уже и расхотелось единорожкой быть. Она стала так усердно отводить голову в попытках лучше разглядеть свой рог, что наконец утратила равновесие и повалилась на спину. — Ай! Лемон успел ее подхватить. — Беру свои слова обратно. Что-то от Пинки Пайвни все-таки может быть. — Ого-го! — воскликнул Тейль, глядя на своего спасителя. — Какой ты весь мягкий! Она выскочила из копыт Лемона и, широко улыбаясь, пристала к Мисте. — Ну, и как он? Давай подробности! — Тейль, мы стоим посреди коридора. Мисте сохранила пресную мину. Пони смотрит. — Иииииии... Коктейль Пати склонила голову уже на девяносто градусов с широкой нестираемой улыбкой от уха до уха. Мисте вздохнула и придвинулась ближе, чтобы прошептать Тейна ухо. — Он не устает вообще никогда! — прошептала она и сама не сдержала усмешки. — Хе-хе! Вот ты везушка! — улыбалась Тейль. На ее пип-баке внезапно что-то замигало. — Ой, опаздываю! — воскликнула единорожка и помчалась по коридору. — Пора-пора-пора-пора! Пока, Мисте! Пока, Лемон! Лемон в недоумении моргнул снова. — Быть того не может, чтобы ей не досталось генов пай! — Хе! — усмехнулась Мисте. — Честно, я такой связи никогда не проводила. — Конечно, для нас кобыл и министерств уже остались лишь на уроках истории. А коктейли я знаком и давно. Именно благодаря ей я и получила кьюти-марку. — О! Ты помогла ей, когда она была в депрессии? Мисте кивнула. — Да. И с тех пор мы стали хорошими подругами. — И еще маленький вопросик. Вот когда она грустит? Ее грива теряет вдруг свою пышность, да? — Мисте с отвисшей челюстью уставилась на Гуля. — Откуда ты? Единорожка задумалась. — Как у Пинки Пай? — Лемон сдержанно усмехнулся. — Ну точно, родственница. Видимо, какие-то родственники Пинки сюда все же попали. Гуль посмотрел на Мисте. — Когда я только поступил в Минмор, сослуживцы мне рассказали про один случай из жизни Пинки Пай в Панивилле, чтобы уж точно никто не додумался устроить ей какую-нибудь вечеринку-сюрприз. — А почему так? — Разве же она не пони-вечеринок? — недумевал о Мисте. — Лемон кивнул. — Ну да. Но тогда в Панивилле, когда она заметила, как ее друзья вдруг стали что-то от нее утаивать, она попала на жутко депрессивную измену. Организатор неожиданных вечеринок из нее был прекрасный. А вот объектам таковых, как ни странно, ей быть не понравилось. — Хм, странная какая-то. — Лемон рассмеялся. — Не то слово. Спустя десять минут они оказались у дома Вектор Филда. Неудивительно, он выглядел весьма довольным, когда открыл дверь. — Пришли справиться насчет жилья, полагаю? — спросил он. Лемон подзакатил глаза и улыбнулся. — Ну да, да. Вы были правы. Мы, в общем, обсудили этот вопрос. — Мы с радостью примем ваше предложение. Вектор кивнул. — Как я и подозревал. Особенно, когда завертелась эта мельница слухов этим утром. А вот что насчет того, другого предложения? Лемон вскинул бровь. — Так это был комплексный договор, оказывается. — Что? — удивился Вектор. — Нет-нет-нет. Я не то имел в виду. Это не договор, по правде говоря. Я просто хотел узнать, не довелось ли вам обсудить это с ней? Пусть и не способны покраснеть, Лемон вдруг ощутил, как разгорелось его лицо. — Хе. Нет, как-то не довелось. Мы как-то не очень много поговорили, когда я намекнул на сожительство. Вектор ухмыльнулся. Могу себе представить. — Ага. И как и все долбанное стоило. — буркнула Мисти. — Вектор пожал плечами. — Ну, как новизна спойдет, это все пройдет. А если пойдете с нашей экспедиции, сможете отделаться от большинства из них на некоторое время. Хорошая возможность для этакой отсрочки. — Ну, не знаю. По правде я уже чувствую себя своим здесь. — ответил Лемон. — А мне бы перерыв не помешал. Без особых эмоций, сказала Мисти, посерьезнела и неуверенно взглянула на Лемона. — Только без побегов снова, — гулял и гнулся. — Если пойдем с другими пони из стойла, то это вряд ли сойдет за побег. — Это твоя жизнь, Мисти Клауд, — сказал Вектор. — Хочешь уйти, иди. И ты будешь не одна такая. — Нет. — В смысле, я... Мне не хочется снова их всех бросать, понимаете? Вектор Филд выгнул бровь. — Ты им ничего не должна, Мисти. Можешь идти, куда пожелаешь. Ты ведь все равно сюда вернешься когда-нибудь. Я просто уверен в этом. Потому и предлагаю вам здесь квартиру. Мисти, моргнув, посмотрела на Лемона. И когда это он такому научился, а? Лемон усмехнулся. — Полагаю, он всегда умел. Просто никто здесь не хотел или не мог этого заметить. Мисти взглянула на пурпурно-гривого жеребца. — Ну дела. Так, эээ... Осторожно начал Вектор Филд. Насчет экспедиции. — А, верно. Сказал Лемон и пояснил Мисти. В общем, он попросил меня побыть их проводником и охранником во время похода. Просто до фабрики с парколы. Может, до Хейдена, если на фабрике никого не застанем. — И все? Так это же несколько часов всего. Ответила Мисти и повернулась к смотрителю. — Мы согласны. — Да, но тут есть одно обстоятельство, — сказал Елеман. Мисти взглянула на него с вопросом. — Нужно еще собрать отряд пони, согласных пойти. Единорожка моргнула. — Собрать? Это в смысле ходить по стоилу от двери к двери и спрашивать, не хотите ли пойти? Гуль кивнул. Мисти вспомнила, с какими реакциями они столкнулись, лишь втихую пройдя по стоилу и повесила голову. — Да ем. — Моё. Узнав у Вектора Филда адрес и код от двери своей новой квартиры, пара снова очутилась в коридорах стоила. На этот раз, к счастью, поблизости никого не было. — Ну так что? — спросила Мисти. — С кого начнем? — Спрашивает она того, кто едва тут кого-нибудь знает. — Единорожка закатила глаза. — Да, это верно. — Но все равно, чего бы ты начал? — Честно. — Я бы сначала оставил вещи в новом доме, — ответил Лемон, направившись по указанному Вектор Филду пути. — Освободил бы там свои сумки, чтобы можно было переносить твои вещи. — А если ты поход имеешь в виду, то я бы начал с пипбак техника. Мисти поспешила за ним, пытаясь, наморщив лоб, понять, чему он клонил. — Ах, да. — Через пару секунд поняла она. — Гули. — Лемон обернулся и кивнул. — Наружу никому идти нельзя, когда система свой чужой неисправна. Мисти ускорила шаг, дабы сравниться с Гулим. — Точно. — Тогда к ним был Гейт. — Помнится, Винтергейл упоминал это имя, — сказал Лемон. — А она пойдет с нами? Мисти пожала плечами. — Может быть. Ей наверняка очень понравится наблюдать пипбаки в действии. Они же просто ее страсть. У нее даже на Кьюти Марке пипбак. Она вздохнула. — Эх, все-таки надо было хоть иногда прислушиваться к тому, что она про них несла постоянно. Хоть знали бы тогда о Луме и ЗПС, когда убегали. Лемон легонько стукнул ее по макушке. — Плохая, Мисти, плохая! С наигранной строгостью пожурил он. — Не думать о прошлом! Не думать о прошлом! — Да, капитан, — ответила Мисти. — Или надо сказать, — есть, товарищ сержант? Лемон усмехнулся. — Не, не воячиться мне чего-то. — Та шо давай, сухопутный мул, тащи добро! Товь с погружением в новом месте! Мисти широко улыбнулась. — Мое добро в составе двух половин, как всегда, при мне, капитан, и готово к любым погружениям, каким пожелаете. Лемон закатил глаза. — Отставить ерничанье! У нас дела есть. Сначала переехать, потом найти, кого потащить за собой на эту вашу экспедицию. Гуль склонил голову, задумавшись. — А вот так кобылка пойдет, которую мы в холле встретили. Как ее там? — Сюрприз пати! — Коктейль пати. Не уверена, что она нормально выдержит. Как и большинство из стойла. Она отвернулась к стене. — Как я вот. Лемон носкнул ее в шею. — Ну-ну, не раскисай. — Их еще Винтергейл потренирует, и с ними все будет нормально. Мистель взглянула скептически. — Мои мирные пони, Лемон. Ты нас переоцениваешь, мне кажется. — А ты, мне кажется, недооцениваешь упорство, пони, — возразил Гуль. — Ты еще хорошо все переносишь, в общем. Единорожка сухо взглянула в ответ. — Теперь вспомни, что ты утром говорил. — Так я сказал хорошо, а не нормально. — Правда. — Не думаю, что на пустоши найдется кто-нибудь без обширного набора психологических травм. Мистель присвистнула. — Но это же просто куча потенциальных клиентов. Жаль только большинство предпочитает платить свинцом. И при том авансом. Усмехнулся ее собеседник. Единорожка взглянула на дверь, у которой они остановились. — Значит, здесь, да? — Похоже на то. — Осмотрел Лемон кодовый замок. — Поглядим, подойдет ли код, что Вектор дал. Он ввел код. Дверь с негромким щелчком открылась, и двое пони невольно улыбнулись. Они осторожно вошли внутрь и огляделись. Квартира, конечно, пустовала, обнаруживая лишь стандартный набор мебели. Стол, два кресла, пустые шкафчики и серванты. Но это была их квартира. Целиком и полностью. Несколько минут спустя Лемон решил прервать безмолвное восхищение пустынной жилплощадью. — Ну так что? Я уже начинаю распаковываться, чтобы переезд можно было начать в полную силу. — Честно говоря. — Я не думаю, что мне так уж много вещей нужно забирать. Мы могли бы их в первую очередь перенести. — Знаю. Лемон склонил голову к ее. — Мне просто захотелось посмотреть. Он взглянул на Мисте. — И уверен, тебе тоже. Иначе ты бы сразу предложил их взять. — А, ну ладно. Улыбнувшись, Мисте сняла магии сумки Лемона и принялась рыться в них. — Крышки, крышки, крышки. Да, вам точно для денег нужно что-то попортативнее выбрать. Единорожка выдвинула большую шуфлядку, и крышки, движимые ее магией, длинные ровные линии, поплыли из сумок и стали без церемонно сваливаться кучей в ящик. — Дальше, наверное, оружие, — сказал Лемон. — Она обычно прилично стоит. — Насчет него еще и поторговаться можно, — отметила Мисте, левитируя из сумок груду вооружения и укладывая ее в другой ящик. Твердых цен тут пока что нет. — Верно, — ответил Гуль, заглядывая в сумки. — Разве что на патроны цена более-менее фиксирована. Нахмурившись, он залез в сумку, достал оттуда небольшой предмет и, положив его на стол, взглянул на него. — Ох же ты, псы тартарийские! Я и не знал, что он на меня остался. Мисте поглядел на него тоже. — Это к пикбаку подключается, да? — Гуль кивнул. — Передатчик. Эх! Устройство поймало на себе взгляд отвращения. — Что же его в Кантерлоте не оставил-то, а? — Это чтобы радио передавать, да? — спросила Мисте. Она подняла устройство магии и принялась вертеть перед носом с любопытством разглядывая. Испуганный Лемон вдруг резко выбил устройство из ее поля левитации. — Не трогай! Мисте отступила, глядя на скользивший от нее по полу предмет. В смятении она взглянула на Лемона. — Ты чего это? Лемон вздохнул, поднял передатчик и положил его обратно на стол. — Слушай, эта штуковина опасна, понятно? — Мисте свела брови. — Очень. То розовое облако не только вещи склеивало. Оно портило все, до чего добиралось, и всякое устройство, передававшее звук или радиосигналы, стало из-за него смертоносным. Мисте взглянул на прибор уже с опаской. — Так, ясненько. Тогда что оно у тебя делает? Пару лет назад мы стали замечать темношкуры холикорнов в городе. Кто-то поначалу думал, что Луна все-таки выжила, да только это оказалось совсем не так. Мисте свызаточилась. — И что же это было? Мутация от излучения? Лемон покачал головой. — Нет, слишком... Хороши они для мутантов. — Налицо отлаженный процесс их создания. Наверняка какой-то эксперимент времен войны. На пустоши, подобного дерьма навалом, робопони, киборги, сбрендившие неубиваемые суперсолдаты. Мне жизнерад такое рассказывал, ни за что не поверишь. Ясно было, правда, только одно. Мы этим холикорнам не нравились. Гульки в кум указал на устройство. Мы уже мертвы, и нам эти штуки не вредили. Раздражали только всю округу. А вот для живых, для них они были похлеще самого облака. Мозг словно из черепа вытекал по рассказам. Мы стали использовать передатчики для защиты от тех существ. — Ну что нам с ним делать? Мистя поглядела на маленькое устройство так, словно то могло вдруг прыгнуть на нее и задушить. — Здесь оставить. — Еще чего. — Вот потеряем его однажды, а кто-нибудь еще и найдет и включит. Гуль взял передатчик и положил в боковой карман сумки. — Буду всегда с собой носить. Он охватился за язычок молнии и застегнул карман, подчеркивая окончательность действия. Затем он снова заглянул в сумку. Лечебное зелье, недавно из клиники стоило, и немного антиродина, приобретенного для Мисти ранее. Что ж, похоже, основное есть. Должно хватить. Чуть позднее, когда Мисти с Лемоном завершили переезд, уже начал приближаться полдень, и единорожка предложила пойти в общий зал перекусить и, возможно, найти добровольцев для экспедиции. Лемон откинул взглядом заполненный зал. Толпа взглянула в ответ. Секунда тишины, и зал взорвался болтовнёй и возгласами. Лемон прикрыл лицо копытом. — О, да-да! — перекрикывая толпу, обратился он к Мисти. — Идея была просто отличная! Мисти усмехнулась и наклонилась ближе. — Это же толпа, Лемон. Тебе же должно быть не в новинку их разруливать. Лемон вздохнул и кивнул. — Внимание всем! — крикнул он. Все замолкли и в ожидающую ставились на Гуля. Кое-где Гуль заметил знакомые брошюры. У ЭП, видимо, уже начал печатать копии копытоводства. — Итак, — продолжил Гуль. — Как вы уже, возможно, знаете, Мистик Клауд и я начинаем жить вместе. И больше комментировать мы это не будем, равно как и события прошлой ночи. Хотите себе воображать? Пожалуйста. Но мы вашей фантазии помогать не собираемся. Реакция толпы была вполне ожидаема. Целый хор слившихся воедино возгласов, разочарования, отвращений и прочих эмоций. Лемону было все равно. А теперь кое о чем совершенно ином. Прямо перед нашим визитом сюда мы встретили торговца, который сейчас пытается организовать сотрудничество, потенциально превращающее его деревушку в полноценное фермерское поселение. Я считаю, что СТЛ-69 также может принять участие в этой сделке, предоставив посадочный материал, семена и прочее. И таким образом установить дружеские конта. Лемон окинул взглядом собравшихся пони и вздохнул. А знаете что? Зачем я это вам вообще говорю? Это же дело Вектор Филда. Я подал ему эту идею в надежде, что он таки возьмет на себя хоть немного драной инициативы, а теперь все равно стою тут и делаю это все я сам. Он стряхнул головой и развернулся. «А ну его!» – пробормотал он, отдаляясь. «Вместе идешь?» Тали шморгнула. «Постой, ты чего?» В замешательстве она последовала за Гулем. «Лемон!» «Лемон Фриск!» – окрикнул Мисте, догоняя. «Что это сейчас такое было?» «Неужели не ясно?» Не оборачиваясь, ответил Гуль. Население, недовольное имеющимся управленцем, неизбежно начинает искать сильного лидера. Гуль наконец остановился и взглянул на спутницу. «Мне эта должность не нужна, понятно?» Не подписывался. Я просто хотел помочь. Мисте уставилась на него. «То есть ты думаешь, они видят тебя как смотрителя?» «Управленца, лидера, смотрителя, особого советника, кого угодно!» «Я не хочу!» Мисте обеспокоенно взглянул на него. «А ты уверен, что так оно и есть?» «Может, ты все не так понял?» Остановившись перед дверью их дома, Лемон Сердитов бил пароль. «Нет, Мисте, все сошлось идеально!» Ответил он, входя внутрь. «Я пришел снаружи, знаю, как устроен современный мир, и сразу же решил несколько ваших проблем. Вся эта ситуация с твоим побегом и вскрытием факта радиоцензуры разрушила доверие Каипу. А теперь я еще и поселился здесь. Я уже официально часть стоила!» «А знаешь, что я думаю?» Улыбнулся Мисте. Лемон выгнал одинокую бровь. «Что?» «Я думаю, тебе стоит просто идти в экспедицию и забить на всю эту политику. Даже если это и все и правда, то мгновенно же ничего не изменится. Если только ты не запланировал переворот, вместо экспедиции. Не над чем волноваться, Лемон!» Гуль вздохнул и поглядел в открытую дверь дома. «Думаю, ты права. Так что идем навестим Нимблгейт. Да пибак мой поправим!» Едва покинув дом, пара наткнулась на молодого жеребчика, того самого, кто с утра так энергично поприветствовал Лемона. «Хай!» Обратился к ним парень зеленого крас. «Слушай, что там за тема с экспедицией? Наверное, просто отпад будет!» «Да уж, тебе повезло на нас наткнуться!» Ответил Лемон. «Мы как раз начинаем к ней подготовку!» «Повезло?» «Фух!» «Да, повезло!» «Ты ж сам сказал, что будешь жить с мистей!» «Это обычно значит, что с родительского флета ей нужно сваливать!» «Так я и глянул в план расселения точняк!» «Ее уже переселили!» «Глянул инфу по новому хаосу и фигак!» «Вы там прописаны двое!» «Ну, зашибись!» «Подумала я!» «Пойду заценю!» «Соображаешь!» Заметил Лемон. «Ну а звать-то тебя как?» «Рэмбо Эппл к вашим услугам!» Отвечал жеребчик. «Так что, поняны, куда собрались-то?» «Сейчас...» К ним был Гейт. «С пибаками этого стоило что-то не так!» «Верняк!» Винтергейл всем расшаривал эту фишку, когда вернулся с той вашей невздробенной охоты на гули. Ойперы всем, кто наружу намылился, сказали зайти на техобслуживание пибаков. «Мне, кстати, тоже надо бы заскочить!» «Ничего, если я с вами!» «Да ничего!» Лемон улыбнулся. «Офигенски! Походчую будет просто пипец! И пипец в хорошем смысле! А не то, что вы подумали!» Лемон взглянул несколько растерянно. «Эээ... ну да!» Мисте пришлось сдерживать смех. Как оказалось, Нимбл Гейт была маленькой серошкурой-единорожкой с каштановой гривой и горячей страстью к пибакам. «Но наконец-то ты пришел!» Открыв дверь, сказала она Лемону. «Док сказал, у тебя какой-то очень любопытный пип-бак!» Техник взглянула на ногу Лемона и округлила глаза. «Ох же ты, пресвятые шары проотцов!» «А что с ним вообще?» Гуль закатил глаза и задвинул пипногу за другую, прячь ее от горящих глаз энтузиаста техника. «Мы здесь!» «Не из-за моего пип-бака!» Отрезал он. Как отрезал, так Нимблгейт и приклеила. Она нагнулась и принялась кружить вокруг Лемона, тщетно пытавшегося укрыть объект интереса от любопытствующих глаз. «Но... Но это же невозможно!» Сирый-единорожка разглядывал мешанину плоти Титана. Он прямо в ногу вплавился. «Да, вплавился. Это значит, что не порезав меня, его не починить!» Нимблгейт раскрыл и был рот. «И нет! Этого я не позволю!» Тут же добавил Гуль. Кобылка техник заметно понурилась. «Он... Ладно...» И с мольбой взглянул на него. «Можно хотя бы просто ближе посмотреть? Проверить, можно ли к системе подключаться?» Лемон вздохнул и указал объектам интереса в сторону своих спутников. «Сперва чинишь систему свой чужой им. Только после этого!» Нимблгейт мгновенно воспрямил духом. «Отлично!» Широко улыбаясь, выдала она и взглянула на месте с Рэмбо Эпплом. «Значит, стандартную процедуру, я полагаю». «Все несомненьши!» Ответил Рэмбо Эппл. Нимблгейт моргнула недумевая. «Это значит, да?» «Да?» «Ну да!» «Ясно, понятно!» Нимблгейт без промедления соединила Пипбак Рэмбо со своим терминалом, в который ввела какой-то набор команд. «Это все быстро!» «У меня уже командный сценарий собран!» «Вот если бы еще и беспроводные функции как-то заставить работать, вообще классно было бы!» Лемон скинул бровь. «Беспроводные функции!» Техник кивнула. «Я знаю, они там есть. Дальность у них совсем маленькая, но они используются некоторыми системами оповещения стоило. А также их, очевидно, использует тот добрый кусок кода, недостающий системе свой-чужой. Только вот под свои нужды мне их заточить никак не удается. Это прямо из себя выводит!» «Ну что ж, удачи тебе на этом поприще!» Пока Нимблгейт тянула Рэмбо Эппл к своему терминалу, внимание Лемона привлекла стена кабинета с великолепным пейзажем на ней. Река, вьющаяся среди холмов, и прекрасная радуга, выгнувшаяся с группки белых облаков вдали. «Здорово раскрасили!» Оценил он. «Это спрей-пейнт нарисовал уж сколько лет назад», сказала Мисте. «Мы все надеялись нечто подобное увидеть, когда и стоило, наконец, выберемся. Только все оказалось не так радужно, да?» Гуль кивнул. «При таких делах снаружи считай, что нам крупно повезет. Если оно хотя бы еще за два века придет к такому виду». «Один готов», — отозвалась Нимблгейт и поманила Мисте к терминалу. «Два на очереди». «Надеюсь, ты ведешь список. Не хотелось бы, чтобы кто-то пошел наружу с неисправным пибаком». Нимблгейт кивнула. «Да, они в списке отмечаются. А еще я установила сканер над дверью, который сразу поднимает тревогу и сообщает мне, как только через нее проходит кто-то с непропатченным пибаком. Вчера наладила. Правда, он опирается на метки устройств, а в списке есть где-то тысячи записей о пибаках, которых стоили нет». «А, да», — произнес Лемон, — «мужская часть». «Ага, все никак не удается их отфильтровать», — ответил Нимблгейт. «Мне отчасти для этого беспроводные функции нужны. С ними вычислить отсутствующих было бы как копытом об асфальт». Она взглянула на Лемона и, задумавшись, склонила голову. «Знаешь, вы мне здорово помогли бы, если бы принесли пибаки с тех гулей». «Но с такими вопросами это к Винтергейлу», — с пресным выражением ответил Лемон. «Мы вообще-то не подозревали, что будем сюда возвращаться». «А, ну ладно». Она бросила взгляд на экран терминала и просияла. «Готово! Твой черед, Лемон, вдрыск!» «Лемон, фриск!» Поправила Балагуль, но кобылка техник уже давно перевела все свое внимание на его пипногу. «Так, посмотрим...» Начала она, щелкая клавишами и поглядывая на устройство. «Пибак 301М. Заказ Министерства Морали. Нимблгейт, улыбаясь, вновь уставилась на гуля. «Правильно?» «Наверное, я не знаю», — отвечал тот. «У меня просто для работы как-то не досуг было еще и серийный номер его запоминать». «А, жаль», — продолжила Нимб. «С ним было бы легче узнать версию оси. Она ткнула в торчащий участок плоти отверткой, но, увы, он где-то под этим». «Да хватит меня тыкать!» — с гневным видом выдал Лемон. «Прямо как Мисте, честное слово!» «Эээ, но ты для меня старовато вообще-то». «Как ни в чем не бывало», — ответил Нимблгейт, открывая на терминале схемы пибака. «Хоть и спасибо, конечно, но меня-то только эти девайсы интересуют». «Даже не знаю, успокаиваться мне или бояться», — сухо сказал Лемон. «Бояться», — шепотом подсказала ему Мисте. «После нее пони обычно сразу ко мне попадают». Нимблг в ответ лишь закатила глаза. «Да ладно тебе, Мисте!» И перевела вдруг маниакальный взгляд на Лемона. «А теперь дай его посмотреть!» «Ну же!» Слегка дрожа, опираясь на Мисте, Лемон вышел из отсека пибак-техника. «Никогда больше!» Мисте сочувственно на него посмотрела. «Хочешь поговорить об этом?» Гуль закатил глаза. «Потом как-нибудь». Он взглянул на свою пипногу. К чести Нимблгейт, она закрыла все в точности, как было. И, несмотря на внутренние повреждения, она все-таки смогла сделать хоть что-то. Как и без того знал Лемон, разъем экрана устройства был испорчен, но заменить его не представлялось возможным, он крепко врос вплоть. Управление еще работало, но половина подчиненных ему модулей имела всяческие повреждения компонентов. И в конце концов, Нимблгейт тяжело вздохнула, признавая поражение. И, как она сама потом сказала, произвела топорную работу, где нужна была ювелирная. Она просто подвела еще работавшие кнопки к немногим исправным модулям. Одну на включение и выключение радио, другие две на настройку его частоты и еще одну на подачу питания к экрану, дабы можно было выключать его снижающий свет. Также единорожка каким-то образом усилила питание экрана, из-за чего и теперь действительно можно было использовать как фонарь. «Откуда у нее вообще тот скальпель взялся?» Удивился Лемон. «Так ведь Док ее отец». «А-а-а! Душевное здоровье, видимо, не его специализация», ответил Гуль и вдруг задумался. «Стоп! Ее отец? Почему она своего отца зовет Док?» Мисти потрясла Гривой. «Да все его так зовут. Я даже не знаю его настоящего имени». Лемон медленно покачал головой. «Твое стоило очень странное место, Мисти». «А пустошь типа нет, да?» парировала она. «Да, аргумент», — заключил Лемон и спросил. «Так, а что у нас дальше по плану?» «Экспедиция, чувак», — вклинился Рэмбо Эппл. Лемон кивнул. «Да-да, экспедиция». Он вдруг радостно взглянул на зеленого жеребца. «Слушай, а как насчет того, чтобы мы занялись логистикой, а ты бы взял на себя поиск добровольцев? Ты ведь я гляжу пони тут от всех знаешь». «Определенночно», — широко улыбаясь ответил Рэмбо Эппл. «Сейчас найдем, Лемон Челло». Проводив ускакавшего жеребчика взглядом, Голь встряхнул головой. «Откуда он вообще набрался?» «Ну, всего этого. Никогда не слышал, чтобы так говорили». «Из кино, похоже», — ответил Мисти. «У него ведь, если ты не заметил, бобина кинопленки на Квитимарке, да и речь его сильно смахивает на сленг из фильмов с волнорезом шустрым. Не знаю, правда, видел ли ты их?» Лемон задумался. «Наверное, нет, хотя имя какое-то знакомое. Может быть, он как-то связан с жизнерадом? Не знаю, может. У этих с побережья у всех какой-то странный говор», — продолжила Мисти. «На секунду она замолкала задумчивым видом, хотя он, похоже, подхватывает любой сленг, что находит». «Так у вас, значит, и фильмы есть?» — спросил Гуль. «Впечатляет». Его спутница кивнула. «И способ занести их в мейнфрейм тоже Нимблгейт открыла. Вопрос этот ставил наших предшественников в тупик годами. Наверное, объем информации просто слишком велик. Я, правда, не очень в этом смысле». «Но да, среди праотцов пони специалиста по компьютерным технологиям не оказалось, как ни странно. Да и в число кобыл специалистов тоже не подбирали». Лемон покачал головой. «Да, иначе это стало бы делом чувств. Сам Меррейн дело хоть и сделал, но, как всегда, по-своему. Поражаюсь, как управление Стоилтек упустило такое из виду. Ведь переложитый специализацию на кобыл, никто бы вообще ничего не заметил. Хотя, опять же, их привилегированный статус, как единственный жеребцов, тоже выделял их в Стоиле», — заметила Мисти. «Из-за чего им проще было занять ведущие роли в областях, так, чтобы все не выглядело, будто Рейн выбирал фаворитов». Лемон лишь пожал плечами. «Возможно». «Ладно, давай уж собираться». «Нет уж, погоди. Тебе, может, есть и не нужно. А я вот уже проголодалась. Обед же мы пропустили, помнишь? А я не хочу пропустить еще и ужин». «О, точно». Лемон слегка смутился. «Прости». Мисти улыбнулся. «Ну так идем тогда уже. А то во мне повар проснулся». «Брокколи, да?» Усмехнулся Гуль. «Хе! У нас здесь не только она есть. Хотя да, за продуктами надо бы зайти». Глянув на Гуль, Мисти улыбнул с душей. «И знаешь что? Лаборатория-то как раз по пути к садам». Лемон закатил глаза. «Ну ладно, ладно, зайдем и туда». Единорожка чмокнула его в щеку. «Ты просто, душка, ты в курсе?» Лемон взглянул на нее и улыбнулся, а все под нос пробормотал. «Извращенка». «Что-что-что?» «Я говорю, есть маленько». Не меняя выражение лица, ответил Лемон. «Ага, конечно». С ухмылкой ответил единорожка. «Идем». Сады стоило 69, ничем особенным не выделялись. Напротив, они весьма походили на своих собратьев и стоило один, отличаясь разве что тем, что их использовали, тогда как в номере первом они быстро утратили смысл с жителями, которыми есть вдруг стало не нужно. Довольно мурлыкаяся под нос, Мистя шла по коридорам с явным намерением оккупировать кухню своего нового дома. Ее приобретение, пара головок брокколи и бутыль сидра, окруженные оранжевым свечением ее магии, плыли рядом, покачиваясь так в шагам единорожки. Едва показалась дверь их дома, они заметили у нее пони, явно ожидавшую их двоих. Лемон нахмурился, узнав не Эппл Твик, картина политической ситуации стоила, все еще была свежа в его памяти. «Эппл Твик», — сказала Мистя с некоторой резкостью. Зеленая гостья открыла был рот, но Мистя подняла копыта. «Прежде, чем ты что-нибудь скажешь, я хочу четко разъяснить одну вещь. Лемон и я собираемся провести тихий приятный вечер в своем новом доме. Я приготовлю ужин поужиную, и мы разделим эту бутылочку хорошего сидра». Она кивком казала на плывущую рядом емкость. «И этот план ни в одном пункте не включает в себя никаких гостей, и никаких перетягиваний одеяла влияния между АИПом и Векторфилдом. Если у тебя какие-то вопросы или замечания по поводу завтрашней экспедиции, иди найди Рэмбо Эппла или Вектора и обсуждай с ними, без нас. Кстати, если встретишь Рэмбо, то, пожалуйста, попроси его отложить всякие визиты до утра». Единорожка слегка наклонила голову. «Это ясно?» Кобыла средних лет приняла извиняющийся вид. «Ээээ... ну ладно». Она словно хотела сказать что-то еще, но угрожающий прищур Мисти заставил ее передумать, и она лишь кивнула. «Ну что ж, оставлю вас тогда просто наедине». Мисти победно улыбнулась, провожая взглядом местного диджея. Она ввела код от двери и вошла внутрь, бросив самодовольный взгляд на Лемона, последовавшего за ней. «Видишь?» «Нечего волноваться. Слабину только не давай!» Лемон рассмеялся. «Похоже, мой переворот снова откладывается». Он закрыл за собой дверь, и щелчок замка возвестил о том, что этим вечером их не побеспокоит никто. «Да, так действительно и привыкнуть недолго». Заметка. Новый уровень. Так, а давайте уже бросим эту шарманку и начнем заново с момента выхода из стойла. Давайте. 200 лет шатания по развалинам плюс 1 недель на пустошах равняется уровню 10. Вот так, извольте принять. Новая способность. Держимся вместе 2. Теперь вы по праву считаетесь жителем стойлы 69. Все навыки ваших компаньонов из него теперь доступны при необходимости и вам. К тому же Мисти, видимо, умеет взламывать терминалы. Ура! Субтитры создавал DimaTorzok